2 глава с 1 стиха 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 откровение, кто такой Христос, и почему именно такие слова он использовал вот в маленьком таком вот обращении к церкви. Всего лишь семь стихов, которые являются такой кульминацией обращения к церкви. То есть, если сегодня написать письмо к любой церкви, у нас, поверьте, бумаги не хватит дать перечень разных заметок, ошибок, укоров, то есть, как исправить церковь и так далее. Книги пишут. Мы с вами имеем всего лишь семь стихов, в которых нам необходимо с вами открыть, получить откровение, кто такой Иисус Христос. И вот с этого мы с вами и начинаем. Итак, 40 лет спустя основание церкви, что-то произошло в церкви, что Христос, обращаясь к этой церкви, говорит, «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей». Я хотел бы обратить внимание на некоторые глаголы, которые принадлежат только Иисусу Христу. Смотрите, первое слово, которое он говорит, «так говорит» в греческом языке, это слово имеет значение «учить», «увещевать». Обратите внимание, что «так говорит» можно заменить «учить», «увещевать», «советовать», «командовать», «направлять», «указывать словами», «иметь намерение». Итак, что мы видим? Что Ефесская церковь на то время, что свойственно любой церкви, забыть того, кто говорит в церкви. Как у нас сегодня в народе принято? Ты куда? Ты в какую церковь ходишь? Мы как говорим? Там, где пастырь Карпец. Извиняюсь, Николай Алексеевич, но мы говорим, там, где Николай Алексеевич Бугриев. Там, где пастырь Осельский. То есть, мы, что мы говорим? Мы отчасти отталкиваемся от того, кто стоит главным пастырем в этой церкви. И в этой церкви мы видим, что была подобная проблема, потому что были Николаиты, которые, что сделали? Отняли внимание, то есть, взяли прожектор внимания на себя, и Христос остается в тени. Поэтому Христос говорит, напиши Ангелу Ефесской церкви, напиши. Так говорит кто? Тот, кто учит, запомните, что церковь учит, должен учить Иисус Христос. И хотелось бы, чтобы мы перестроили свое сознание в таком направлении, что ты из какой церкви? Я из той церкви, где во главе стоит в учении Христос. Не мы, служители, братья. То есть, мы поставлены здесь для того, чтобы показать, взять прожектор и указать на того, кто учит в церкви, это Христос. Он является увещевателем, он является советником, командиром, то есть, он тот, кто направляет. Поэтому он возвращает к Ефесской церкви и говорит, скажи им, что я тот, который во главе учения, то, что вы забыли. Я именно тот, который указываю на слова. Я увещеваю, я советую. Вот кто обратился к этой церкви. Конечно, это обращение было взятое из первой главы книги Откровения, что у нас не позволяет время туда вникнуть, потому что практически в каждой церкви идет отрывок из первой главы. Тот, кто такой Христос, был указан в первой главе. Можете для себя это исследовать и посмотреть. И эти же слова он использует здесь. Первое слово мы сказали. Говорит, значит, учит, увещевает. Держащий. Смотрите, очень интересные ключевые слова. Держащий семь звезд в деснице своей. Слово «держащий» в греческом языке также имеет значение, как имеет власть. Быть сильным, быть начальником, быть хозяином, править. Итак, кто обращается к церкви? Он говорит, вы забыли то, что я являюсь хозяином своего тела церкви. Я являюсь начальником. Вот что Христос хочет открыть. Он хочет, чтобы церковь открыла Христа, что Он является руководителем церкви. Мы иногда полагаем это на служителей, деконов, на пастырей, на лидеров группы. Ну, там придут где-нибудь в среду, на подростковые. Ну, там, может быть, что-то они научатся. Нет. Христос говорит о себе, что Он держащий, значит, имеющий власть. Он один, который имеет власть. Это то, что забыла Эфесская церковь, что мы, свойственно нам с вами тоже забывать. За 40 лет второе поколение, то есть одно поколение, второе поколение не смогли донести вот эту истину, что Христос, держащий власть, имеющий власть. Семь звезд в деснице своей. Сейчас я немножко тоже косвенно коснусь, что значит звезды, о чем идет речь. В деснице своей. Давайте рассмотрим это очень интересное слово. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей. В деснице тоже имеется в виду, в русском языке это десница, это ладонь, то есть я держу семь церквей. Опять, это не значит, что в буквальном смысле Христос на ладони держит семь церквей. В Кинг Джеймс, да, в переводе короля Якова, там стоит более правильное выражение использования слова с греческого языка. В правой руке. В правой руке. Что это значит? Греческий язык нам показывает, что это есть метаформа, то есть есть метафора. Почетное место или авторитет. То есть Христос, по-другому говоря, говорит, я являюсь держащий, да, то есть в деснице, в правой руке, я имею тот почет и авторитет. Вот кто к вам обращается как церк. Я обладаю этим авторитетом. Не николаиты, не те люди, которые стоят во главе этой церкви, о которых, кстати, многие богословы спорят, кто они такие были. И забывают автора, кто является здесь автором. Немножко о звездах, о чем идет речь, чтобы мы с вами понимали. Существует очень много разных толкований. Я скажу того, что мне открыто в Писании, что я поделюсь, можно это оспаривать. Свободны в этом абсолютно. О семи звездах, о которых Христос говорит в этой церкви, взяты из первой главы. И он сам дает истолкование, что есть семь звезд, что есть семь светильников. 20 стих первой главы. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Очень просто. Ангелы – это не духовные существа, то есть это не те, которые служат людям. Это были обыкновенные люди-посланники. Греческое слово «ангел» – «посланник». Это имитарно просто. То есть о звездах, о которых сказано, имеется в виду, что это были люди, которые приходили в темницу к Иоанну, и Иоанн им давал послание к этим церквям. Таких было семь человек. Есть споры, кто это были. Одни говорят, это были пастыри, другие говорят, это были епископа. Впрочем, одно и то же. Или это были просто особенные, выбранные Богом люди, которые понесли в церковь специальное месседж, слово. То есть это люди. Для этого мы можем видеть еще такое подтверждение из бытия. Смотрите, в откровении нет ни одного слова, которое не используется в Старом Завете, вообще в Библии. То есть все примеры, которые он отдает, то есть обращаясь к церквям, они все находятся на страницах Священного Писания. Нет ничего невыдуманного, непридуманного и нет ничего сложного. Надо просто в кротости, в смирении изучать Священное Слово. Элементарно просто. Бог ничего не скрывает от Своих рабов. И цель написания книги Откровения не было запутать, сокрыть Его детей, Его народ. А наоборот, открыть Христа. Кто такой Христос? Смотрите, почему звезды, о которых сказано в Откровении, речь идет о людях, потому что мы видим это из бытия 37 главы, 9 стихе. Сон Иосифа. Вы сейчас все включитесь. Когда Иосифу приснился сон, и видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце, луна, и 11 звезд поклонились мне. О чем идет речь? Кто такой сон? Что есть солнце? Что есть луна? И что есть звезды? Я надеюсь, всем понятно? Яков, мать и братья. И Библия так написана Богом, чтобы мы, читая, могли понимать, чтобы было Духом Святым открыто, о чем идет речь. Постараюсь вас чуть больше запутать. Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих. Солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. О чем идет речь? Если буквально понимать, то какие-то планеты будут падать в нашу Землю, которые, я помню, Николай Алексеевич говорил о звездах, насколько они величественные и большие. Наша Земля несравненно абсолютно с самой близкой звездой. Мы ничто, мы пыль. Мы абсолютная пыль, которая во Вселенной, то есть как Земля. Тем не менее, мы являемся венцом творения. О чем же он говорит? Хочу, чтобы мы понимали, книга Откровения к семи церквям, которая была обращена, писалась примерно в то время, когда был Иерусалим окружен. Это был 68 год. И когда Христос предрекал, пророчествовал о Иерусалиме, что храм будет разрушен, в 29 стихе он дает четкое указание, что все, что касается с иудаизмом, с иудеями, с израильским народом на то время, он говорил о том, что будет прекращено, звезды спадут с неба, луна померкнет. То есть, о чем делает? Что израильский народ и все, что окружало храм и учение иудаизма, которые за 40 лет в других церквях, мы с вами увидим, что они периодически пытались проникнуть в церковь и разрушить, убрать внимание от Иисуса Христа. И здесь Христос говорит в 29 стихе, он говорит о том, что звезды спадут с неба, давая указывание, указывая, что мое действие с израильским народом прекращается. Храм разрушен, Иаков, 12 колен, рассеянный. Вот о чем он говорит. О людях он, оказывается, говорит. Можно спорить. Это так для рассуждения. Подумайте об этом. Итак, мы видим, что Христос говорит о звездах, как о людях. Четвертое. Ходящий посреди семи золотых светильников. Тоже слово интересное. Ходящий – это что значит? На еврейском, на еврите, чтобы жить. Ходить – это регулировать свою жизнь. То есть Христос говорит, обращаясь к этой церкви, говорит, вы живете, потому что я живу. Не забывайте, что вы существуете, потому что я существую. Ваша церковь сегодня еще живая церковь, у вас светильник еще горит, потому что я живу. Я хожу. Это не значит, что он ходит между церквями. Первой славянской, Рокленд, Третьей славянской. Нет. Если церковь основана на основании краеугольного камня Иисуса Христа, Христос говорит, вы живете, потому что я живу. Не забывайте этого. Вот какое откровение мы можем из этого извлечь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова